Строительство одного из самых красивых в России стадионов. Новый терминал аэропорта Курумыч. Реконструкция, ремонт дорог, реставрация фасадов. Город ждет масштабное преображение. Десятки тысяч туристов со всего мира, которые приедут в Самару в 2018 году, должны быть очарованы и красотой, и гостеприимством. Такие цели поставлены и перед властями, и перед туристической отраслью. Основное здесь все-таки это пробуждение интересов и наших людей, российских, к нашему внутреннему туризму и к нашим регионам. И это пробуждение интереса зарубежных туристов. У нас есть чем гордиться, есть что показать, есть куда привлечь и привезти туристов. Самара не случайно была выбрана местом проведения, поскольку у нас есть исторический и хорошо сохранившийся центр. Вот приведение в порядок этого центра, определение кроме гостевых маршрутов, еще маршрутов туристических. Это не только историческая часть, это и наши новые микрорайоны по московскому шоссе, по Новосадовой. Как встречать и где размещать туристов, обсуждают на втором межрегиональном форуме турпритяжения. Инфраструктуру надо подтягивать. Сейчас в Самаре около 260 гостиниц, пансионатов, санаториев. Это 18 тысяч номеров. Пока не все из них отвечают высоким стандартам. Обновить гостиницы владельцы смогут и за счет субсидий, если выиграют конкурс. Выяснят и сколько звезд у самарских отелей. В ближайшее время им предстоит пройти обязательную классификацию. Как выйти на новый уровень сервиса? Опытом делятся гости из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Коллеги из Татарстана советуют объединяться. Ни одно ведомство, ни одна организация, которая готовилась к крупным событиям, она не действовала разрозненно. Была одна генеральная линия. И все очень активно занимались. Не для галочки, а действительно выполняли свою работу ответственно. И не было мелочей. То есть каждая мелочь, она такая, выполнялась ювелирная работа. Еще один важный момент. Превратить обслуживание в настоящий сервис. В некоторой степени поменять менталитет специалистов туристической сферы. Более трехсот участников – отельеры, рестораторы, экскурсоводы, специалисты языковых школ – два дня будут выбирать стратегию развития. Город привлекательный для самих горожан и для гостей. Это задача стратегическая для нашего города. Я надеюсь, что по итогу форума мы получим очень большое количество ключевых вопросов, даже запросов представителей туристического сообщества, которые во многом позволят нам продвинуться вперед в реализации продвижения нашего города на этом рынке. Первые предложения – от экскурсоводов. Сделать электронный путеводитель по городу, специальные мобильные приложения и аудиоэкскурсии в общественном транспорте. Марина Красова, Максим Гусев, События.